Приветствую вас, дорогие друзья! Я Донис, мы продолжаем проходить Храйзен Запретный Запад. В предыдущей серии мы выполнили очень интересный побочный квест с этими милыми фанатиками, которые были на грани смерти. Но мы такие их спасли, теперь можно возвращаться в скрежет горы и посмотреть, что там нового. Ну и были и так квесты, короче, дел хватает. Посмотрите, какая аппетитная рыба у них! Они с голоду умирают, нифига себе! Здоровая, вкусная, я думаю. Кстати, у них есть чем поживиться-то, смотри-ка. Элои, собирай дань! А, что тут за вопросик такой? Давайте-ка посмотрим. Это внизу? Тут проходик какой-то, смотрите-ка. Растения интересные. Жабросли подводные. Мы, кстати, с этими кристаллами пока так и не разобрались. Надо посмотреть будет задание. Ммм, какое-то подземелье. Я думаю, что мы по сюжету сюда можем попасть. Затопленная пещера. Ладно, потом сюда вернемся, если сюжета никого не будет. Кстати, мне сказали, что вышку надо именно сейчас открывать. Надо разобраться, как это делать. Так, может, повалить ее надо? А, интересно. Вот сюда указывает. Образ из мира предтечь. Какое-то строение перед отвесными скалами. Образ не полон, но... Возможно, если найти место, где он был запечатлен... Визор восстановит недостающее. Вот же, похоже. Образ был... Но это то же самое, что она сказала. Вот. Это вот это вот место. И далеко так идти надо. Вот же, во. Окей, мост. Все. Интересная система. Неожиданно место вышек. Окей, молодцы. Молодцы. Радует игра вот. Если б не Sweet Baby Incorporated, вообще б шедевр был. Это не она. Не может быть. Может, с этой стороны. А, с этой стороны образа уже нет. Понятно. То есть, надо все-таки оттуда. Правильный ракурс найти. Попробую осмотреться, используя визор. Чтобы наложить образ. Ладно. Попробую еще раз. Издали надо. Кажется, это строение находится перед отвесными скалами. Не получается. Попробую с другой точки. А, мы продольно видим, да? То есть, правая сторона как бы удаляется от нас. Здесь надо вот немножко отсюда заходить. Вроде как. Вот что-то типа вот этого. Вот. Что-то типа вот такого. Ну, сильнее отсюда, наверное. Вот, все. Вижу. Прикольно. Ну, не так просто. Если это первая вышка у нас такая, какие дальше будут? Есть. Восстановление образа разблокировало данные. Похоже, эти обзорные точки были сделаны... Ха! Miriam Technologies. Это компания Elizabeth. А-а-а. Интересно, удастся ли найти другие. Которую она сама потом организовала. Типа хорошая компания, зеленая. Так называемая. Все, больше никакой информации, только вид. Сказала бы, что за интересное местечко. Что же это за домик такой? Зачем он использовался? Предположения бы свои сделала. В этом-то весь прикол. А, может, стрелять, прямо охотиться, как обозонка, прямо. О, как. Ну, неплохо. Мм, как она это? Я сказала, хорошо. Добро пожаловать, страница. Тут еще заданица есть. А с тем мышцом мы больше не пообщаемся. Хотелось бы вообще. Сколько можно? Взрывом же руку оторвет. Можно подумать, что это плохо. Да, это просто ужасно плохо. Постой. Тому, кто метает, или тому, кто ловит? Нет. Метателю. А-а-а. Прости, я сейчас подойду. А-а-а. Я не говорю, что это плохая идея. Я говорю, что это перебор. Это оружие? Чтобы убивать. Ну, не отрывать руку, что его держат? Все, 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 все. Ладно, хватит. Так о чем мы? Да. Так, ты похожа на ту, кому постоянно требуется новое оружие. Я права? Вообще-то я... Стоп! Руку не оторвала. Можешь перестать? Я с клиентом! Я... Я не клиент. Я поняла! Втрое больше пороха, и бегу налетит в небеса. Бум-бум! Раз и готово. Гарантирую. А... Может, и клиент. Тогда ты в нужном месте, в нужное время, Рыжая. Ты не хотела бы стать гордой владелицей первого в мире машинизированного, взрывного, разносящего машины с первого раза, но безопасного гарпуномета. Ммм... Да. А вы из здешних мест? Не, из жилы. Отец отправил нас на запад в поисках какой-то возможности. Сказал, увидим, поймем. Похоже, ты хотела другого. Ну, открытие еще одной торговой точки для родителей совсем не то, чем я хотела бы прославиться. Здорово, наверное, путешествовать в одиночку. Любит сестру. Ну, это нормальные отношения еще. Она твоя подруга? Моя ученица. И сестра. Мы здесь из-за нее. Произошел инцидент. Еще один. Связанный со взрывчаткой? Бобов! И отцовской пивоварни. Он нас выслал на следующий день. Хм. Расскажи побольше об этом вашем оружии. В детстве я увидела один свиток ученого-карха, шедшего на запад. Там был нарисован страшный воин ТНА, кто охотился с каким-то гарпунометом. Эффективно? Да. Противлетающих. Несомненно. А придя сюда, я вспомнила о нем. И теперь стою на пороге значительного улучшения этого архаичного оружия. А я его усовершенствую. При помощи деталей машин я могу усилить бросок, увеличить скорость снаряда. А Бумка уверена, что намного эффективнее улучшать снаряды. Бумка. Разрывными наконечниками. Хлопушками. А совместить? Это может сработать. Огнестрел, по сути. Но есть проблемка. Мне нужны детали для рабочей модели. Для начала нужны... Рога лентарога. Целые. Да, точно. Только обязательно отстрели их до того, как машина упадет. А то они и сломаются. Но настоящее новшество. И о нем помалкивай. Ребро гребнирога. К востоку есть один злюка. Разнеси его на клочки. Бумка. Принесешь их оружие твое бесплатно. Договорились. Бумка явно любительница повзрывать. Лентарог такой смотрит там. Осторожно. Бедняга. А, на ему я не буду ничего отстреливать. А это кто такой? Казах какой-то. А, снадовье просто продает. С ним нельзя поговорить. Область применения. Смотрите, продажи. Значит, надо продавать. Правильно? Нифига себе, 250 можно взять. Еще, по идее, бронзовый слиток. Неужели он нигде в крафте не понадобится? А посмотрите, перо соки. Все это можно купить. Стать не так дорого. 100 монет всего. Пока что не буду. Ом, подсумки можем улучшить. Смотрите. Величение носимого боезапаса взрыв прощи. Это нужно. До 6. Величение носимого боезапаса нитемета. О, смотрите, система работает. Прикольно. Бревна поднимает. Люблю, когда такие штуки реализованы. Прям показываю, как работает. Круто. Но очень энергозатратная штука. Представляете, эти цепи тащить. А что их крутит? Какой у них источник энергии? Да ладно, хотите сказать, вот этот один человек? Странно, что не женщины, кстати, крутят. Мужик. Не, это должно 10 человек крутить. Что-то такое двигать. Или что он сказал? Стоп. Распил закончился. Это так же работает. А, водяное колесо, типа. Но все равно, мне кажется, мало этой энергии. Мало. С таким колесом не пойдет. Я, конечно, придираюсь, но это интересно, мне кажется. А, и, кстати, Элой двигается, смотрите, физически. Сейчас ее распилит. Нет. Нет, дальше не идет. Защиты на дурака. Сначала нам надо ребро какого-то хренкина собрать. Вот и идем. Это тут рядышком. Это вот это грибниров? Как забракался-то. Ни хрена себе! Во, утворяет! Так, меняем боеприпасы. Еще какие-то ублюдки. Промазал, обидно. Где ты, зараза? Прячется от меня, ты смотри, тварь какая. Мудерая. Все эти рога подшиваю. Холера. Так, меня заполняет. Да убили? Блин, мне так интересно было все подшибать, все попробовать. Взяли и убили. Вот сволочи. Ну ладно. Буду повнимательнее. Так, надо последовательно всех убивать. Кроме боевки с собой, просто интересно столько все попробовать. Вот он, грибниров. Надо завалить его и вытащить ребро. Сначала надо волка гулять. Блин, не успел. Хорош. Грибниров, блин. Пошел нахрен. Ушел. Как он уворачивается? Холера. Где второй? А чего он не замедлился? Я так, если честно, думал, что замедление замедляет. Нет, ошибся. А что замедление делает? Я так думал, он замедляет их. Вроде он так же двигается, им вообще пофиг. Смотрите, брыкается, вообще пофиг на все. Или типа это просто урон дополнительный. Вот и готов. Теперь можно вытащить ребро. Ну, ребро отбивать не надо было, я так понимаю. Надо еще в правильную сторону отскакивать тоже. С опытом придет. Дополнительная прикольная тема и сложность, что надо не просто убить, подшибать все. Старый лутер во мне берет свое. Из-за этого я, наверное, проиграл тогда. Ребро я добыла. Теперь мне нужны рога. Так, на это задание мы не будем своего питомца брать. Он не поймет. Он спросит, а куда ты отправляешься? Охотиться на кабанов. Мне кажется, они по умолчанию слишком большую сумку сделали для еды восстанавливающей. Сразу 10 многовато как-то. Для начала можно было 2-3 сделать там. Обычно так и делают. Странный момент. Ну, убивает довольно быстро. Кругом эти зеленцы. И очень много лута везде разбросаны. Может даже слишком. Я даже нитемет не использовал, потому что боялся убить раньше времени. Это что такое? Интересная штука. Кораллы прям как подводные, только снаружи. На земле. Уйди сюда, дружок. Ха, вот так вот. Стадо убежало, зараза. Я об этом не подумал. Ща мы их быстренько. Там ульта заполнилась? Частично. Идите, идите спокойно. Раз один нужен, то всех уже огуляем. А, надо отшибить. И все, 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 я понял. Так я не отшибил? Один есть. А сколько надо? Бедный дружок. Бедный дружок. Как я увернул сейчас? Миллиметр прямо. А, надо три. Куды. А время что, не замедляется? А, ну, немножко. Да, кстати, я не обратил внимание. Время замедляется довольно слабенько. Хорошо. Хорош. Куда ты? Прикольное задание. Не просто убить, а именно по рогам стрелять. Слушайте, прямо аимная игра. Кто бы мог подумать? То есть, я реально от выцеливания удовольствия получаю. В игре, которая изначально для гейпадов делалась. Офигеть. Да блин, ну почему мимо-то? Сейчас гуляет еще. Все, стадо-таки перебил. Залутал. Блин, красота. Очень прикольно. Удовольствие прямо от геймплея получаю. Хорошо, что дружок не видел. Смотрите, отвернулся прямо. Хотя, что он тут вообще делает? Я его ставил далеко. Специально. Где наши сестрички? Знакомый взгляд. Все детали у тебя ведь, так? Вот, держи. Отлично. Всего пара минут, и я закончу прототип. Мне, пожалуйста, тот, который не оторвет мне руки. Типа, обижаешь. Ну так все лицо, если честно, сделаю. Привет. А ты взрывала машину, чтобы набрать детали? Или бандитов? А тебе и правда нравятся взрывы, да? Готово. С хлопушками? А как же. Типа, тебе мне жалко. Блин, Элой, я не знаю. Но это ты будешь пробовать, не я. Шипомет. Стрелять мощным снарядом, способным поражать цели на большом расстоянии. Из-за долгой подготовки к выстрелу, он обладает низкой скорострельностью. К тому же, из него невозможно стрелять в прыжке. Положение сидя. Чтобы шип мог пробить броню, его нужно метнуть с полным усилием. Понятно. То есть, это, так сказать, начальное оружие одного выстрела. Там. Завалить кого-нибудь, птицу сбить. Так, у нас опыт. Уровень. Уже два, по-моему. Мастер машин охота тоже прокачать. Давайте пока оставим эти очки, не будем их бахивать. Сейчас с другой стороны можно переучиться, правильно? Мне очень нравится стрелять из лука. Давайте прокачивать сюда полностью. Я огромное удовольствие от этого получаю. А, смотрите, пять очков навыков требуется, чтобы полностью прокачать эту штуку. Ладно, пока не будем тратиться. Вы достигли восьмого уровня. Понятно. А почему два раза? Мы сейчас два уровня получили? Как понять? Так, ну что? Тут пока что... В задании не написано никаких. Только вопросики. Теперь у Львунду от нас не отмахнуться. Так. Мы из-за него чуть не померли. Ты погляди на нас. Что мы ему сделаем? Арнов швырнет в него костыль? Осталось по пути сюда у Сикача, который едва не отпустил меня. Кому нужен дом, который не заставляет... Кажется, все выжили. Молот и клещи, живехонькая охотница. Рассказали, как ты разнесла проблему. Локуф трясся, как ветка на ветру. Эй! Но главное, что никто не погиб. Как у Львунг не старался. Вы с ним уже говорили? Мы в очереди на прием. У него не хватает духу пообщаться со всеми разом. Нужно держаться вместе. Он может послать за нами своих громил. Вам и так крепко досталось. Я разберусь с Ульвандом. Вам незачем рисковать. Конечно, старый ты молод. Берегите себя. А ты поучаствовать не хочешь? Элой. Значит, ты покупаешь нам всем выпивку? Если после меня что-то останется. Угу. То есть, после квеста имеет смысл походить по ребятам, с которыми мы общались в ходе этого квеста. А что это тут запрятано такое? Сундучок. Богатый. Каждый раз, как вижу этих вшивых кархать мы, вспоминаю тебя. Не, с ним никакого диалога нет интересного. А посмотрите, тут оружие больше получается. Шесть ячейков. Оригинальные в первой части четыре было. Разрывные шипы. Она просто рукой метать будет. Механизма нет. Она далеко аж так не забросит. Так, а что это за башня такая? Перекрытый путь. Ну, чего ты не схватилась-то? Ты это, походу, дело классическая башенка. Из многих игр. Окей. Вряд ли я смогу через них пройти. Опять этот цветок. Мне сказали, что если мы отсюда уйдем с этой локации, то мы не вернемся сюда. Это правда? Тут, получается, цветки, которые... Я пока не знаю, что с ними делать. Странный момент. Неужели мы сюда реально не вернемся? Ну, а чего ты... Фух. Сигнальная башня какая-то. Линза. Разберусь, что с ней делать позже. Утренняя линза. Выпухлый кусок стекла, преломляющий свет. Взят в сигнале башни Карха к северо-востоку от скрежетой горы. Мы уже один такой взяли, где мы этого коршуна... Сердце взяли тоже. Продолжение следует... вот она явно говорит о том что сюда надо быть позже вернуться то есть надо уходить с этой локации все таки для сюда хочу давить окей ну-ка попробуем на кабане не очень эффективно эффективно понятно то есть не сразу эффект так скрыть еще один зеленец место интересное вау круто выглядит подсветка какая тайник прямо инопланетный как будто бы и вот здесь это же преграда возьмите орнамент по-любому мы пока это не можем выполнить то есть мне кажется нас еще многому научат мы сюда вернемся на эту локацию но на этом серия заканчивается всем кто смотрел благодарствую до встречи оставляйте комментарии